Итак, давайте я быстренько озвучу составы команд, потом расскажу про самый чемпионат, или давайте начнем посмотрим на первый раунд, чтобы сильно не отвлекаться, а то бывает такое, что во время интересных раундов мы отвлекаемся и потом многие негодуют, так что пристально смотрим за первый раунд, посадочка на зигзаг, фен смотрит в центр и масс курс на Б-плант, там сейчас будет очень жестко, причем их встречают только с дверей, больше здесь никого на Б-планте нету, идет заход, ставится бомба и в общем-то успешный заход на Б-плант, контри пока далеко, хелпа идет, но сейчас я думаю, если будут гранаты в руках многих, то будет закидочка жесткая. Драйв минусует Человека-невидимку, я его называю так, потому что у него нет никнейма, как видите, просто один тег и все, и больше ничего не написано, ну что же, пусть будет Invisible Man, так даже прикольнее. В итоге, Ховард Воловец остается у нас один и умирает, видимо, что у нас фанаты теории Большого Взрыва играют. Окей, первый раунд за Курском, так вот, состава команд. Состав сборной Курска, капитан сборной Дмитрий Жуков, он же Сид, Тимур Хабулов, он же Драйв, Артем Гатилов, он же Никон, Николай Калугин, он же Солоник и Виктор Волобоев, он же Вит. Состав сборной Тамбова. Дмитрий Крачев, он же НРК, капитан сборной. Дмитрий Кириллов, Фен, Александр Ковальчук, Саник, Михаил Акулинин, Михко и Сергей Непрокин, Сатана. Вот, напоминаю вам, что Черноземный Лайн Мастерс это онлайн турнир, как вы уже поняли, наверное, по сборной городов, то есть не стран, не просто команды, а именно вот у нас играет сборная городов. Очень интересная концепция, надеюсь, что вам всем нравится и понравится, если вдруг кто-то просмотрит. Тем более, я думаю, очень интересно смотреть тем, кто живет непосредственно в городах-участниках, потому что, ну, смотреть на свой любимый город, на людей, которых наверняка знаешь, то есть защищает честь города, это очень круто, я считаю. Первый матч у нас будет проходить на трех, ну, в Бест-Оф-Три, для тех, кто, опять же, не знает, напоминаю вам, что две группы, по четыре команды, групповой этап проходит по системе Бест-Оф-Три, выходит по три команды из группы, вторые и третьи места играют в стаковой матч и первое место выходит сразу в полуфинал. Да, пока там отдача, можно дальше продолжить говорить. Первая карта ДАС-2, как вы видите, потом будет Инферно и, если понадобится, будет карта Дэнюх. Вот, второй матч у нас будет сборная Старого Оскола против сборной Липецка. Этот матч начнется в 22.00, так что обязательно останьтесь посмотреть, там будет очень и очень интересно. Чем интересны у нас сегодня эти два матча? Во-первых, ситуация у нас в группе Б следующая. Или нет, давайте попозже чуть-чуть, у нас опять снова интересный раунд, потому что в обеих команд за кубочка. Курск взял первые три раунда, ну первый раунд и плюс две отдачи. И теперь вот Тамбов наконец-то закупился и у них есть шанс начать набирать раунды, потому что пока у них нолик. Бублик, просто дырка от бублика в счете. И это, конечно, наверное, мне очень нравится. АВП у Человека-невидимки. Надо, кстати, узнать бы, кто это есть, но тут, поскольку два фейкника, Говард Воловец и вот Человек-невидимка, непонятно, кто из них кто. Но, судя по всему, это Миха и НРК как раз-таки, они вот, видимо, играют нас в такую замечательную игру, чтобы, типа, угадай кто, кто из нас кто. Ну ладно, нам, в общем-то, не привыкать это делать. Если вдруг кто-то знает, например, играет с ним часто миксы или там просто видел, то вы просто сообщите в чате, я с удовольствием об этом скажу. Смотрим, медленный раунд от Курска, они решили захолдить. И, видите, под Б будет сплит на Б-плант, выход через центр и один через Тёмку. Тут центр, в общем-то, по-моему, хорошо держится. Давайте посмотрим, как раз-таки Говард Воловец встречает минус 2, делает отличные хедшоты. И в итоге атака на Б почти уже развалилась. Хотя вот минусует Говард Воловец, тут есть ещё Фен. Фен в очень хорошей позиции, может убивать спину в бок. Его не чекает, но он промахивается, ну как же так? Фен не смог, он убить с такой выгодной позиции. И в итоге заход на Б-плант. Никон будет отрезать с центра. Давайте посмотрим за Никоном. Отлично, попадает. Нам больше не хватает, но, в общем-то, ситуация 2 в 2, сражаться можно. Вид, правда, очень красный. Ух, убивают Сида. И вид 11 хп, 1 в 1. Предлагал, как просто ХЛТВ, непонятно было, что произошло, но смотрим. Санник, 19 хп. И вот вид, что такое? То ли флэш был, то ли зазевался вид, не знаю. В любом случае, раунд у нас остаётся за контрами. Первый раунд для сборной Тамбова. 3-1. Так вот, ситуация в группе Б у нас следующая. Сегодня как раз играются последние матчи в группе, то есть решающие. И мы узнаем, кто у нас сегодня выйдет. В группе Б... А давайте начнем про группу А. В группе А все матчи сыграны. И для тех, кто, допустим, пропустил это, я вам напоминаю, что с первого места выходит у нас сборная Воронежа. Они выходят сразу в полуфинал. Со второго места у нас выходит сборная Брянска. К сожалению, они в последнем матче не смогли обыграть Воронеж. И занимают второе место. Будут играть стыковый матч с третьим местом группы Б. И, соответственно, сборная Белгорода будет играть со вторым местом группы Б. Они занимают третье место. У них всего 3 очка. В группе Б ситуация очень интересная. То есть при определенных раскладах любая из команд может выйти или не выйти. Ну, разве что, кроме... Да нет, в общем-то, там реально может получиться что-то очень интересное. Итак, старый Оскол, который мы увидим в следующем матче. Он пока на первом месте, у него 6 очков. У Тамбова и у Курска по 3 очка. Как раз-таки вот сейчас у нас идет эта игра. За... Так что у нас с контрами? Они какие-то полу-АФК все стоят. Например, Атмин на Зигзаге. Не знаю, чем он занимался, но явно не тем, чем нужно. В итоге заход на Аплант. Сейчас я вернусь в ситуацию в группе А. Досмотрим раунд. Убивают Санника и теперь 2 в 4. Ну, вряд ли что-то получится, потому что Говард воловит у нас на ТРСП. Ну, и Фен вообще на центре будут просто выбивать оружие. Так вот. Та команда, которая выиграет этот матч, получит 3 очка. И, соответственно, у нее будет уже 6 очков. Потом, если Старый Оскол выиграет у Липецка, то будет 9 очков. И тогда первое-второе место будет, соответственно, у этих двух команд. Если же... Ну, ладно, тут слишком много вариантов. И все это расписывать, наверное, не очень наглядно. Потому что голосом... Одно дело, чтобы вы видели перед собой табличку. Ну, вы, кстати, можете это сделать, зайдя в раздел репортажей, выбрав там чернозем онлайн мастерс. И там будет кнопочка сетка. Вот вы можете туда нажать и сами все увидеть. Вот. Ну, а я уже лучше буду говорить по факту. Давайте смотреть на игру. Но, еще раз повторюсь, должны сегодня матчи быть очень интересные. Потому что в случае прогреша команда реально может не выйти. Поэтому я надеюсь на прямо вообще упорную борьбу. Я думаю, все команды прекрасно понимают, что им нужно показывать свой максимум. Причем эти игры важнее даже будут, чем стыковые. Стыковых может быть даже немножко полегче. А вот сейчас действительно должна быть заруба. Смотрим. Снова холд от Курска. И там бофф у нас поджимает ДЛ. Очень близко, очень агрессивно держит вдвоем Ад и Саник. Фен у нас держит зигзаг с подъема. И два игрока у нас тоже очень агрессивно держат Б-плант в упоре. Поджим сделал очень удачный. Видим мы, что это была полубай у Тамбова. ЮСП плюс зацевленные М-ки. Плюс, по-моему, до кубочки у одного была. И в итоге неплохие минуса у Бельникона на нуле. Есть еще две М-ки. Смотрим за Феном. Так, покажите мне Фена. Быстрее. Где же Фен? Вот он, Фен. Получается, к сожалению, в голову. И Говард. Говард, Говард, Говард. Остается у нас один на Б-планте. Не знает, чем ему заняться. В итоге демонстрирует нам чудеса. Просто распрыжки. И сейв своей М-очки. В итоге, счет у нас становится 5-1. Раунд за Курском. И тут, в этом раунде, нас разве что ожидает интрига. Только в том, засейвит ли Говард свое оружие или нет. Боюсь, что ему сделать это будет очень сложно. К нему идут целых два человека. И раунд за Курском 5-1. Кстати, я вот, если это был, конечно, не фейк, я видел сообщение ВКонтакте от Лекса. Что скоро, совсем скоро будет объявлен состав Виртуз Про. Ох, отличный минус от Говарда. Что делает Говард? Так вот, совсем скоро будет объявлен состав Виртуз Про новый. Нас ждут какие-то сюрпризы. Я вот сам, например, не знаю. И прямо весь в предвкушении. Не знаю, кто это пока в хорошем или в плохом. Но увидим как раз таки по факту, кто же будут те 2 или 3. Или кто знает, что там составом произойдет. Может кто-то уйдет, может кто-то придет. Без понятия. Так что я надеюсь, что скоро все наши догадки либо подтвердятся, либо проверкнутся. Не знаю. Но в любом случае, я думаю, будет очень интересно узнать, кто же эти счастливчики, кто попал в Виртуз Про. Отдача. Все еще отдача. Тамбова. Очередной раунд за Курском. 6-1. И мы видим, что Курс начал довольно уверенно. А вот Тамбов не в пример своим предыдущим играм. Как-то пока немножко тушуется. Скажем так, тушуется. Снова поджимчик Дейл от Ада. От его тиммейта. И видим мы, что у нас геймпендинг. Это значит, что у нас кто-то поставил паузу на сервере. Пауза связана, наверное, с технической какой-то проблемой. Уже нередко мы видели вылет интернета у команд. Все-таки... Ох, у нас сейчас будет дождь из гильз. Я предлагаю на это посмотреть. Такое увидишь нечасто. Хотя разы, наверное, четыре мы уже точно видели. За полгода. По крайней мере, в моих трансляциях. Так что смотрите. По-моему, это очень красиво и романтично. Как раз перед дверей Дня Святого Валентина. Мне кажется, это... Ну, может быть, это глупо. Не знаю. Может быть, это не круто. И я есть один такой. С таким мнением, что это прямо-таки очень красиво. В любом случае, нам остается ждать, пока паузу снимет. И сейчас я попробую узнать, в чем же причина паузы. Паузу. 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 Так, ага. Сообщает нам, что вылетел драйв. Скоро все возобновится. Драйв вернется. И мы увидим такую прямо драйвовую игру, я надеюсь. В прямом и переносном смысле. Если вы понимаете, о чем я. Интересно будет, почитаю, все эти гильзы, которые сейчас на экране. Мне кажется, их около 20. Нет, наверное, больше, около 30. Ладно. Не будем. Не будем пока слишком сильно уходить в сторону. Все-таки пока не 2-3 часа ночи, как иногда такое вот время бывает уже. В позднее время уже мозг не варит и занимаешься какой-то фигней. А пока у нас 8 вечера, время такое бодрое. Даже спокойные ночи малыши, по-моему, еще не начались. Так что, думаю, пока не стоит нам уходить в дебри бреда. Кстати, напоминаю вам, что вы можете найти все записи с этого турнира. То есть, все записи стримов, все демки, все отчеты, все превьюшки. Вы можете найти в нашем разделе в репортаже. Там все есть. И если, допустим, вы хотите посмотреть какую-то из игр, вы можете зайти в раздел видео, посмотреть там в подразделе стримы. Все записи этого турнира. Так что, обязательно этим воспользуйтесь. Также, естественно, и сегодняшние там матчи будут. И ВКонтакте, наверное, мы их выложим. И их можно найти на сайте ovni.tv. Slash Virtus.pro. В общем, я думаю, желающие они могут найти. И, видимо, кстати, что дождь из гильз прекратился. Мне кажется, немножко печально. Дождь из гильз прекратился. Зачем я пока чатик, что там пишут наши дорогие пользователи? Может быть, там будет что-то интересное? Люди, а играет ли Финн вообще? Вообще, наверное, я думаю, играет. Хотя я, если честно, не знаю. Немедис, смотришь ли ты Nations Cup? Нет. Если честно, мне этот турнир не особо интересен. В первую очередь, потому что в нем нет призовых. То есть, команды показывают не самую свою лучшую игру. Нету такой прям сильной мотивации. То есть, все заключается просто в желании потренироваться, сыграть праки и, ну, разве что защитить честь своей страны. Но, в общем-то, для многих это уже давно не важно. Поэтому мне, к сожалению, это не так интересно. Немедис, хочу к вам в команду мою мейкеров. Потрясающе. Это действительно очень-очень потрясающе. Передай привет Шоку. Привет, Шок. Немедис, дай Хэлл ТВ. Хэлл ТВ есть в новости. Зайдите, пожалуйста, на главную страничку. Там будет новость о сегодняшних матчах Чернозема Онлайн Мастерс. И там все Хэлл ТВ будут написаны, все дано. Так что не нужно паниковать. Все есть. Все в открытом доступе. Никто от вас ничего не скрывает. И если вам удобно смотреть на Хэлл ТВ, а наш стрим вам не нравится, или он лагает, или еще что-нибудь, то, конечно, коннекте на Хэлл ТВ. Смотрите. Правда, пока там смотреть не на что, у нас пауза. Но, по факту, вы можете это сделать. Играет ли NRK? Ну, вообще играет. Да, мы видели его, например, вчера или позавчера. Но в сегодняшних матчах его нету, конечно. Передай привет городу Смоленску. Передаю привет городу Смоленску. Привет, большой, пламенный. Кстати, прямо удивлен я очень сильно. Много у нас смольчан, да, наверное, так будет правильно сказать. Прямо каждый стрим появляются люди из Смоленска, задают вопросы, почему Смоленск не участвует в этом чемпионате, там, Смоленск, Форейл и все такое. Это очень приятно. Так что городу Смоленску большой-большой пламенный привет. Немец, через что пили шмувики? Через пилу дружба. Пилю-пилю-пилю-пилю с напарником, с Игорем Зотовым. И вот все получается. Советую. Передай привет 50 рублей. Надо уже вводить в платные услуги. Шучу, конечно. Передай привет Дзержинску Даст-Сити. Окей, привет Дзержинску. Немец, за кого будешь болеть? За Липецк, либо за Старый Оскол? Наверное, за Липецк, потому что они пока не выиграли ни одной игры. То есть Старый Оскол явно фаворит этого матча, а за Липецк немножко обидно. О, отжали паузу. Наконец-то можно вернуться в игру. Я еще обязательно вернусь в чат. Так что, как только будет какая-нибудь пауза, вы обязательно пишите ваши вопросы. Я люблю общаться с адекватными людьми, так что постарайтесь что-нибудь адекватное придумать. Ладно, все, возвращаемся в раунд. У нас вылетел Драйв, я надеюсь, что он в следующем раунде уже появится. И, ну, в этом раунде он еще есть, потому что пауза поставлена чуть-чуть позже. Это все из-за задержки ХЛТВ. Мы видим ее в небольшом запоздании. Фен воюет на Б-планте. Его тут же разменивают. В итоге 2 в 3 ситуации. Человеками Димка и Саник. У нас вообще на бомбу ставится на БМ. Причем тут Нихан их очень жестко пытался напрячь, но у него это не особо получилось. В итоге ситуация 2 в 2. Оба пойдут с ХЛП, с центра. Через Темку никто не идет. А у терроров отличное место расположения. Салоник в Темке. Сид у нас на Дэнсе. Правда, мне кажется, стоит ему более агрессивно чекать. Но давайте посмотрим. Ай-яй-яй, убивают Сида. Да, не самое лучшее в итоге. Где была выбрана ситуация. Ой, выбрана позиция. Но в итоге 1 в 1. И Салоник. Салоник. Но тут уже все равно без шансов. Бомба взрывается. Счет 7-1. И вот как раз-таки, да, пауза. В этом раунде у нас вылетел драйв. Немец, сделай тутор, как делать хайлайты. Ну, кстати, есть одна интересная идея по поводу хайлайтов. Сделать стрим. Правда, это уже идея не новая. Кое-какой один портал уже это делал. То есть мы будем не первопроходцами. Но такая идея есть. Так что, возможно, когда-нибудь мы это сделаем. Вы его увидите прямо в прямом эфире, как я делаю, например, хайлайты. Так что, если вам это интересно, ну, не знаю, можете мне изыдка об этом напоминать. И рано или поздно я точно это сделаю. Смотрим за развитием сюжета на карте D-Dust 2. На самой пыльной карте Counter-Strike. Видимо, что Курск у нас под нулем. Видите, Салоник в нижней темке. Драйв у нас, который отправляется в этом раунде нулем у нас на зигзаг. Ему должны давать флешки. И смотрим. Давайте за драйвом мы посмотреть не сможем. Посмотрим за тем-нибудь другим. Ну, тут суперпосадочка организуется на б-планте. Ну, отдача, отдача, конечно, Тамбова. Что ему еще делать? Два минус. Один минус. Один минус. Тамбова. Уже два. Говард Воловец. В действии. Видимо, поел он сырников от тети Глаши. Или как атака? Я уже забыл. Давно это было. Перестал, к сожалению, смотреть. The Bing Bang Theory. Ну, я думаю, те, кто смотрит, могут меня исправить. Смотрим. Бомба стоит на Апланте. У Тамбова, я так вижу... А, есть калашик один. Ну, и, видимо, будут отбивать еще один ган. Естественно, идти тащить здесь нереально. Слишком далеко, слишком много соперников. Посмотрим. Посмотрим за человеком-невидимкой. Вот он у нас. О, нет, это не человек-невидимка. Человек-невидимка с юиспом. Смотрим за Говардом. У него калаш, и ему, конечно, важно его не потерять. Снова у меня драйв отправляется ноликом. После этого раунда я сделаю ретрай. Ну, а пока смотрим. Смотрим. Видимо, посадочку в центре. Фейл у нас на Б. И Ад вместе с Санником на А. Человек-невидимка делает минус на центре. Убил он... Второго человека-невидимку убил драйва. Ситуация 4 в 4. Ой, 5 в 4, да. Контроль-то никто не умер. 5 в 4. Контроль в большинстве. Ну, и террором нужно что-нибудь предпринимать. Сейчас будет флешка на центр. На центр будет выходить Вит у нас. Дает он дым на... Ну, будет давать на КТ-респ. Ляба будет просто выходить. Смотрим. Просто выходит. Человек-то в КТ-респ. И убивает! Убивает Говарда! Ну, как же так? Говард Воловец не справляется. Была у него преимущественная позиция. Был он в темноте. Не сразу Вит его там разглядел. И мог бы он, в общем-то, делать минус. Смотрим, что в итоге происходит. В итоге Курс у нас перетягивается на Зигзаг. И Никон будет идти по ДЛ. Там ему будет предстоять целых 2 человека. Да, тут все без шансов. Убивает ДЛ. И теперь на Зигзаге, конечно, будет сложно. Нету атаки по 2 направлениям. И контры будут просто... Все на них фокусить. Однако убивают Ада. Саник делает размен. Очередуем минус от Саника. И Вит один в два. Убивает Саника. Один в один. Фен по Зигзагу. И Вит ставит прямо на него. Фен нужно просто выйти. И отлично. Хэдшот в голову. Ну, простите за масло масляное. Хэдшот в голову. Там очевидность как бы в деле. Ретра я делаю. Чтобы у нас все нормально отображались. Так что, думаю, пару секунд нам надо будет подождать. Вот теперь у нас все отображаются. Все отлично. Первый минус за контрами. И сплит на А. Снова сплит на А от Курска. По ДЛ. По Зигзагу. И на этот раз отличный минус от Никона. Сид сносит голову. Великолепные минуса. Проход по длине. Зигзагу нужно вспомогать жестко. Где у нас контур-то? На Апланте. Нет контра? А, он у нас на КТРСП. Встречает длину. Неплохо встречает. Ну, в итоге террори спокойно проходят. Ставит бомбу. Ситуация 3 в 3. И контры тоже делают такой своеобразный сплит. Если это можно применять к контрам. Ну да. Почему бы и нет. По длине. По Зигзагу. Сейчас будут вместе пытаться атаковать. Смотрим за горным. И один. Ох, отлично сыграли тамбовцы. Тамбовчане. Как правильно? Наверное, тамбовчане. Да, очень грамотно. Пошли с разных сторон. Всех убили. И счет 8-3. Наконец-то тамбов у нас в деле. А то я уже как раз хотел в предыдущем раунде сказать, что что-то курс сильно оторвался от них. И тамбов ничего не показывает. А хотя, вот теперь начал показывать. И надеюсь, это только начало. Давайте посмотрим на пинг. Пинг у нас 20. Пинг одинаковый. 20, 15, 18. В общем, все у всех отлично с пингом. Приятно это очень видеть. Хороший пинг. Залог успеха. Как говорится. Укрепление зигзага. Контролф у них закупочка, несмотря на проигранный... А, нет. Они взяли раунд. Закупочку терроров, несмотря на проигранный раунд. У Контролф укрепление зигзагом. Человек-немедимка держит нас в длину. Там у нас Никон. Причем Никон туда уже уходит не первый раз. И Говард Волвит у нас контролит центр. Давайте посмотрим немножко за Никоном. Если у него хватит смелости высунуться на ДЛ, то он может за это поплатиться. Там Був. Там Був человек-немедимка. Держит длину СВП. И думаю, что если Никон высунется, он просто вот так вот, просто ляжет. Поспать. Ждет Никон своих тиммейтов на зигзаге, когда же они начнут выходить, чтобы выйти самому. Напрячь, естественно, Аплант с двух сторон. Но пока вот, наконец-то пошел Хаббазигзагу. И Никон сейчас тоже пойдет вперед. Есть минуса. Две минуса, отлично. Ну и все, отвалился. А, у человека-немедимка у нас не отвалился. Он остался на планте. Его зажимает второй минус у человека-немедимки. Ох, жаль, что смог бы сделать очень красивый дабл. Там было мгновение, когда терроры стояли друг за другом прямо. Но, к сожалению, не свезло. В итоге фен один в три. Ну, посмотрим. Слышишь, что у одного человека где-то на центре. Он промахивается, спалился. И в итоге, конечно, ничего, кроме как пойти засейвить свой АВП, ему сделать не получится. В итоге сейв. Сейв большого. Ох, убивает он драйва. Как же драйв так неосторожно? Прошу пробежать. Устроить утреннюю пробежку. Подлиннее. И в итоге поплатился за это своими ногами. Думаю, сейв удастся. Да, фен у нас далеко. Далеко на ТРСП. И в итоге взрывается бомба. Курск берет раунд. Ох, аркад от контров. Видим мы, что у них с деньгами очень и очень плохо. Засейвлено АВП. Ну, а всех остальных отдач. То есть, даже не решились поддеглы. Решили просто сыграть от АВП. АВП у нас с нижней темки. Из этого могло бы получиться что-нибудь интересное. Но террору все грампы сделали. Там заход с нижней темки, заход с центра. И в итоге тут даже там бобчане уже начали взрывать друг друга. От безысходности. Ну, да. В такой ситуации только с друг друга и взрывать. Раунд за Курском. 10-3. Вот теперь осталось два раунда. И там бобу, конечно, нужно их брать. Потому что с тремя раундами играть за Т-сторону, ну... Конечно, можно. Если брать еще взятую пистолетку. В расчет. Но как-то все это будет очень и очень некомфортно, я думаю. Смотрим. Масс-Б от Курска. Драйв у нас пошел наоборот на А. Будет напрягать с центра, я думаю, кого-то. Убивает Солоника. И что у нас? Масс-Б обернулся перетяжкой в нижнюю темку. Быстро выхода уже не будет. Возможно будет выход на центр. Выход на Б. Возможно будет перетяжка на зигзаг. Смотрим за действиями. Тут посмотрим... За действиями даже контуров. Тут видим мы агрессивный выход поджима зигзага. И сейчас этот поджим может очень сильно удивить терроров сзади. Нет, сзади вроде драйв смотрит. Да, здесь все хорошо у драйва. Драйв сейчас может вообще кого-нибудь поймать. Размены на центре. Ситуация 4 в 2. Терроры уже почти все померли. Никон поджимает... Отрезает даже, я бы сказал, КТ-респ. Но тут Саник не спешит к нему идти. У него есть инфа по Никону. И тут уже просто противостояние двух титанов. Убивает драйва. И в итоге раунд останется за Тамбовом. Никону в этой ситуации вытащить практически нереально. 1 в 4. 21 хп против 4 контров. Причем поджимает его со всех сторон. Ну да, без шансов. 4 в 10. И ласт раунд в первой стороне. Смотрим. Вот, нам сообщили, что невидимка это НРК. Ад это Миха. Тогда получается, что... Говард Воловец это у нас сатана. Да, вот, все правильно. Я угадал. Ну что же. Отлично. Давайте посмотрим. С учетом этих новых знаний полученных. НРК у нас идет на предпоследний месте. 9 на 11. Миха у нас идет на последнем месте. 3 на 13. Как-то даже странно. И сатана у нас на первом месте. 11 на 11. Но пока, конечно, это хорошим результатом назвать сложно. Отличный аркад от НРК по зигзагу. Агрессивные действия сыграли свою роль. И в итоге... Ай-яй-яй, поплатился. Конечно, зря он. Зря он пошел. Еще дальше минусовать. Естественно, там будет уже по нему фокус. И Хаешки под это дело. Но в итоге вот НРК, НРК решил у нас все-таки сыграть еще более агрессивно. И за это и поплатился Хаешки под ноги, к сожалению. А выход по зигзагу от Курска. В итоге, видите, еще ли что? У нас будет перетяжка на Б. Пока непонятно. Да, перетяжка на Б. Видим мы. Уход. А Кан-3 как раз-таки у нас наоборот. Ушли с Б-планета. Фин у нас, конечно, контролит Б-планет. Но он ушел на центр. И здесь ему от дверей будет сочетать крайне неудобно. Видимо, что по жизни мы уже оставили прострелом через дверь. Что это было? Два минуса с АВП или это был дабл? Пропустил, я как раз смотрел. А, это был дабл. Отличный дабл от... От Михки. Я просто как раз опустил глаза, чтобы посмотреть, кто у нас есть кто. И в этот момент был дабл. Пропустил все самое интересное. Вот, похоже, выехали уже, выехали за каким-то из игроков. Если вы слышите сирену за окном у меня. 1-4, последний раунд за Курском и смена сторон. Так, ну пока у нас есть небольшая пауза, можно посмотреть в чат, что из интересного пишут. Немедис, ты в центре Москвы живешь? Ну, относительно в центре. Ну, в принципе, да, центральный административный округ. Ну, не прям в самом центре, не в Кремле, к сожалению. Или к счастью. Наверное, все-таки к счастью. Ум, тум-тум-тум-тум-тум. Чего-то у меня стрим лагает, картинку не показывает. Но такое бывает, проблемы с интернетом, очевидно. Для нашего стрима в хорошем качестве нужны полтора мегабита стабильного коннекта. А для плохого качества, то есть 360 пи, не нужен интернет, но где-то в районе 512 килобайт. Да, кстати, вы можете сменить качество с HD на 360 пи. Тех, кого он лагает, допустим, под лагер в интернет, не справляется. И тогда, скорее всего, у вас все будет хорошо. Так что попробуйте. Надеюсь, это вам поможет. Деминис, а ты не знаешь, играет ли сейчас Калыч? Нет, Калыч не играет. Он у нас на Бали. Катается на серфе. В общем, у него все хорошо. И Фонтерстрайк, конечно, его уже не манит. Насколько я знаю. Деминис, какая твоя любимая команда, не читая Virtus.pro? Ой, сложно сказать. Я особо не фанативен ни от кого, вообще многие люди... Я, допустим, не смотрю футбол, мне это неинтересно. Я не фанат. Я этого не понимаю и, в общем, это не мое. Я просто люблю красивую игру, люблю красивые фраги, люблю красивые тактики. Поэтому не могу сказать, что я являюсь фанатом какой-либо команды. А если брать игроков, то, наверное, мне очень импонирует. Знил со своим фамасом невероятным. Хек со своей тоже аркадной, агрессивной игрой, нестандартной. Ну и, не знаю, Лекс, наверное, как чемпион мира киперспорта, если вы понимаете, о чем я. Ладно, давайте вернемся в игру. Видим мы, что аркада была жесткая на б-план от Курска. Но там они никого не увидели. И что творится? Смотрите, вид заходит в спину Говарду. И в итоге... Его, правда, минусуют. Казалось бы, такая хорошая получилась ситуация для контров. И в итоге сейчас они могут ее просто потерять. Смотрим. Зарубы на б-планте нас ожидают примерно через несколько секунд. Если терроры, конечно, решатся выйти на б-плант. Для тех, кто пропустил, допустим, я сейчас говорю. Контри пошли в масс-б. За аркадили и темку. Никого там не увидели. Зашли в итоге в нижнюю темку, в аркаду. И убили одного игрока. Потом, к сожалению, был неплохой размен. И вообще могли бы просто давить бы. Давить терроров со всех сторон. Но как-то вот не получилось. В итоге видим мы вообще, что у нас осталось два игрока. Против четырех аж. Ну, тут, конечно, шансов маловато. Но смотрим, смотрим. Проход по зигзагу. Человек-невидимка. Он же у нас... НРК. Делает минус. И в итоге первый раунд за Тамбовым. 11-5. Тамбов, похоже, решил все-таки сделать камбэк. Это радует. Господи, что же там с командой Virtus.pro? Когда уже соберутся? Ну, вот Лехс обещал завтра. Завтра огласит состав. Сделает нам сюрприз. Так что завтра проведите день, пожалуйста, около компьютера. Заходите на наш сайт. Змите кнопочку F5. Заходите в группу ВКонтакте. Жмите кнопочку F5 целый день. И я думаю, вы не пропустите. Но я думаю, в любом случае, вы не пропустите. Все будут об этом говорить. И все это будет на всех порталах. 11-6. Очередной раунд за Тамбовым. А дача была в Курском. В этом раунде ничего интересного мы не увидели. Очередная дача в Курском. МАЗ ХЕ. Будут кидать на Б-план. Там у нас всего лишь один Фенда. И то он ушел в нижнюю темку. Похоже, что... Контры не угадали. Не угадали с направлением атаки. У нас масса зигзаков терроров. И вот эти КЕ-шки, они сейчас просто... Ну, они, конечно, не будут их кидать пока без инфы. Так что, возможно, сейчас будет грамотная закидочка. Под зигзак, я не знаю, под Аплант. Там, мне кажется, терроры уже должны были застегать на Аплант. Нет, вот у нас, да, заходит НРК. Наш человек-невидимка. Сейчас у него... Через пару секунд будет полностью инфа, что на Апланте никого нету. Вообще никого здесь нету. Никто здесь не прячется. И терроры прекрасно понимают, что это засада на Апланте. Но при этом действует все равно очень-очень осторожно. Сейчас бы мог бы вполне Саник пойти на нолик, там поджидать. Да, именно это он и делает. Наконец-то они поняли, что это реально все на Б. И сейчас он будет просто... Ох, отличный мент от Сида! Но тут должно, конечно, все быть хорошо. Я террору не имею в виду. Ой-ой-ой-ой! Что делают контры? Смотрите, убивают терроров с пистолетами. 4 в 3 ситуация. Проход по зигзагу. Двое будут идти по ДЛ. Или что у нас? Сейв? Ну, сейв калашей, видимо. А Никон будет пытаться убивать у нас... Нет, он не сейвит свой калаш. Он будет отбивать ганы терроров, убегающих с планта. И, в общем-то, успешно это делает. Правда, у сервера был USP, гана не было. Но, тем не менее, по факту, контры неплохо так поправили себе положение. У Никона, по крайней мере, калаш, у драйва тоже. Да, два калаша для следующего раунда. Вполне себе неплохо. Счет 11-70. В 4 раунда разница между этими двумя командами. И вот теперь у Курской есть шансы начать тащить. Холд раунд от Тамбова. Видимо, что Саник чекает ДЛ. Уже уходит. НРК у нас чекает Б-плант. И остальные у нас собрались под центром. Смотрим. Ждут каких-то активных действий от контров, пока выжидают контроля своей позиции. Вот была флешка на центр. Фен под нее выходить не стал. Просто контролит свою позицию. И что же нас ждет? Нас может дать выход на центр и на Б. Сплит может нас ждать заход по ДЛ и по Зигзагу. Благо Саник есть по ДЛ. В общем, есть несколько по себе развития ситуации. И, похоже, это будет заход на Б. Причем, судя по всему, не сплит. Вот Фен пытается быть отличным минусом от Фена. Ну и теперь тиммейтам нужно быстро забегать на Б-план. Б-план зачищен. И все. Всего лишь два минуса от Фена и от НРК делают этот раунд. Просто без шансов для Курска. Без разменов они сыграли в этом раунде. Очень печально. И раунд за сборной Тамбова. Не менее, за какую команду болеешь на Черноземье? Ой, даже не знаю. На самом деле, мне одна из этих команд не близка. То есть, я не часто выезжаю за пределы Москвы. Я домосед. Хотя, вот не так давно я был в Брянске. Своим другом из Брянска. И, наверное, вот... Ну, наверное, соматизирую больше им. Так что пусть будет Брянск. Так что мы видим, что мы видим очередную отдачу контров. Пара деглов, ЮСП. И флешка, флешка усилия. Будет он давать флешку на зигзаг. Будут как раз вид его тиммейта рядом с ЮСПом заходить под флешку. Ждут они инфы. Причем у них может это неплохо получиться. Давайте посмотрим. Терроры направляются именно на зигзаг. И ждем. Ждем мы флешки. Дается флешка. И заходят под флешку. Битом врываются. Дают минус. Отлично. Вот он. Вот он. Казалось бы, просто наработка. Тут даже не тимплей. Просто выход под флешку. Примитивный. А вот как работает. Работает хорошо. К сожалению, тут дальше НРК уже начинает просто божить с АВП. По зумами. И в итоге раунд, конечно, за сборной Тамбова. 11-9. Разрыв сократился уже до целых двух раундов. До двух раундов сократился разрыв. И я думаю, всех болельщиков Тамбова это не может не радовать. Немец, мне кажется, что встав ВП могут взять два человека из АТС. А ты как думаешь, может ли такое быть? Да, я думаю, такое может быть. Вполне. Почему нет? Кажется, в одном из интервью то ли Эвил, то ли Лекс говорил, что это могут быть игроки из СНГ. То есть, ну, явно не из России. Поэтому, почему нет? Вполне вероятно. Наконец-то у сборной Курска закупочка. Наконец-то она хорошая. Я вижу АВП у Драйва. Давайте посмотрим за Драйвом, что он у нас держит с АВП. Он еще держит либо центр, либо Б-плант. Держит он у нас Б. А, даже два АВП. Это, наверное, может быть вообще Никон. Да, это Никон с АВП, а Драйв у нас на А. Да, даже не так. Даже не центр. Ну да, это было бы странно, если бы было одно АВП на Б, другое на центре. Смотрим, Фин у нас с бомбы под Б, причем очень далеко. Пока не понятно, что он уходит к своим. А Витя у нас в жесткой Акаде ПДЛ. Давайте посмотрим за Витей. Где наш... Вот он, вот он стоит. И, в принципе, в любой момент он может выйти. Причем он слышит, он слышит терроров, прекрасно понимает, сколько их примерно, где они. И дает всю эту инфу своим тиммейтам. Должна быть уже оттяжка. Контров на А. Пока почему-то я ее не вижу. Мне кажется, зря должны они были оттягиваться. Потому что явно-явно заход будет на зигзаг. Ох, драйв, отличный хэдшот. Причем среагировал именно на башенку, на верхнюю, верхнюю половину башенки и в голову. То есть, прямо молодец. В итоге раскидка жесткий. Минус Атида. Даже не понимает, не понимает террору, откуда их убивает. И в итоге... Что это у нас? Минус три или минус... Раз, два, три. Минус три Атида. С гуся просто он раздал. Голов. Голов в смысле... Голова. Хэт. А не голову в смысле, гол. Футбол. Вот. Четыре раунда осталась к Курску для победы. Счет 12-9. Но там, Бова, еще есть вполне себе несколько шансов для того, чтобы продолжить давить. Поджим Дейл с АВП. Причем там есть кого поджимать. Смотрим. Давайте смотрим за этой Аравой. Отлично. Сейчас тиммейт был вроде бы выманивающего на себя. В итоге Никон прикрыл. К сожалению, Санник убил Витю. И больше сервисов никто на Дейл, конечно же, не сунется. Или сунется. Ну-ка, ну-ка. Вполне себе суются, да. Суются на Дейл. Причем довольно агрессивно туда идут. И нас ожидает сплит на Аплант через Зигзаг. Двое через Дейл. Там на Апланте все довольно жестко. Давайте посмотрим за... Ох, простреливают. Простреливают Никона на рекламе с АВП. Никон даже не ожидал такой прыти от терроров. И прямо на стрейфе Санник делает великолепные два минуса. Просто шикарная игра от Санника в этом раунде. Зашли на Аплан террора. Ставят бомбу. И Сид и Салоник у нас... Сид у нас... О, убили Сида. Убили. Он просто залагал. Пролагал и халатой, вернее, в этот момент. И Салоник один в три. Шансов у него, конечно, очень и очень мало. Не имеется. Почему игру под дабстепом интереснее смотреть, чем комментарии? Потому что дабстеп рулит. Дабстеп это... Модно. А мои комментарии это не модно. А еще, кстати, можно совместить... Поставить на фоне дабстеп и мои комментарии. Возможно, получится еще лучше даже. Так что пробуйте. Экспериментируйте. А полубай у Курска. Вижу я три дегла. Одни USP. И Салоник застрелил свою М-ку. Да, это даже не полубай. Просто... Просто отдача с застреленной М-кой. У Салоника, который он прячет на Б-планте. Вот он у нас засел. Такую... Пассивную позицию. На выход будет встречать... Убивать кого-то вбок. Причем у него вполне все шансы для этого есть. Но терроры у нас упали на жесткий холд. Контролят всю карту. И пока не торопятся, не торопятся никуда выходить. Правильно делают мне... Ох, отлично мысль от Вита. Сейчас город просто оплатился за выход на центр. И перетяжка на зигзаг. Там на А-планте всего лишь один драйв. У него, к сожалению, USP. И с этим оружием он сделать ничего хорошего не сможет. Все верно делают тамбов. Не смешит. Они понимают, что всего два раунда разницы. У них все пока получается. За терроров, по крайней мере, всего один раунд взяли контры. И то, может быть, даже случайно. И им нужно продолжать действовать по такой же схеме. Спокойно, методично. Проходить по карте, зачищать ее. Пока это работает, зачем это менять? 12-11 счет почти сравнялся. И что это было? Я вообще ничего не понял. Никон сделал два минуса с дегла. Саник тоже убивает Никона. Буквально на последних секундах, когда уже никто не ожидает какого-то размена. А с целых три минуса буквально за последние полторы секунды в раунде. Ну, ничего себе. Смотрим за контрами. Им нужно срочно выравнивать свою игру, потому что что-то у них идет не так явно. Поджим ДЛ. Их там неплохо подвзрывают. В итоге, да, Виту сняли полжизни с ХЕшки. Аккуму били. Драйв отличный минус. Давать флешку, отходить быстрее. И да, все так и происходит. Продлагал их ЛТВ. Видим мы, что ситуация у нас 2 в 3. Бомба уже бежит. Бежит через ДЛ на Аплант. Аплант занят. И у контров пока бомба не поставлена, нужно им быстрее идти выбивать ее. Если, конечно, они на это решатся. Потому что салонник пока держится очень пассивно. И похоже, это будет сейф вообще. Ну да, учитывая, что у них у нас АВП очень мало ХП. У него их, наверное, в районе 30. Даже меньше 20, 15, наверное, даже. Или что, где у нас Никон-то? Вот Никон, да, 17 ХП. Ну, только выбивать ганы. Ослаблять экономику противника. И надеяться, что они сейчас своим оружием не умрут. Не имеется, играет ли сегодня сборная России. И если играть, то почему так поздно? Да, на сухом у меня есть информация. Сборная России против сборной Великобритании будет играть сегодня в 2 часа ночи. Почему так поздно, я не знаю, видимо. Только в это время команда может играть нормально. Не стоит забывать его разницу во времени. Так что, так что вот так вот. Вроде да, вроде матч никуда не перенесен. Так что обязательно смотрите сегодняшние матчи Нейшнс Капа. Для вас их будет комментировать Драмер. Так что смотрите и наслаждайтесь игрой сборной России. Я надеюсь, что мы будем наслаждаться. Пока сборная России себя показывает очень и очень хорошо. Возвращаемся в игру. Аркада от хантеров. При этом неплохая аркада. Два в два ситуация. Передом бомба-то у Санника. Санник, в общем-то, далеко от планты. Ох, дождался, дождался он, видимо. Один в два. Салоник вырывается на плант. Замечает врага. И тут, конечно, вздвоем. Тюржем не составляет никаких проблем. Просто бедного Салоника зажать с двух сторон. Ну, 13-13 в пользу Тамбова. Тамбов вырвался вперед. Сделал камбэк. Заодно это можно уже им похлопать. Еще 9-1. Напоминаю вам, 9-1. Во втором тайме всего один раунд взяли Курск. Это очень мало. Диглы у них в этом раунде. И все для них пока сходуется очень и очень печально. Этот раунд начался тоже для них очень печально. До минуса терроров. Спокойно диглы убиваются. Витя заходит в аркаду по ДЛ. Его тоже убивают. И раунд остается за сборной Тамбова. Еще 14-12. Следующий раунд будет, конечно, либо отдача, либо нормальная закупочка. И в любом случае, раунд будет уже фактически последним. Да, закупка. Последняя закупка в этой игре, если Тамбов будет продолжать давить. Потому что в следующем раунде денег у них уже на нормальную закупку не будет. Так что этот раунд фактически для них последняя надежда. Последняя надежда на то, чтобы вытащить эту игру. У них в принципе еще есть небольшой шанс. Всего 14 на раунду Тамбова. 15 раунд они еще не взяли. Так что шансы есть. Выход на Б-плант от терроров. Причем пока без размена в СИД. У нас вообще пока не понимают, что это уже Б-плант. Причем там уже зашли, ставится бомба. А все, рыскают, рыскают. Ищут тут засаду. Ищут отрезающих. И в итоге ситуация 4 в 3. Террор в большинстве. Ой, драйв сам себя ослепил. В итоге не очень удачным. Поджимает, поджимает сейчас НРК. 20 хп. Упрыгивает он с темки. Притягивается ближе к центру. Сейчас будут давить, давить просто центр. Ой-ой-ой. Не в самой приятной ситуации находятся у нас терроры. 2 в 3 ситуации. Контры вырываются через темку. И что это? Сейв от контров. 15 раунд за Тамбовом. И похоже, что первая карта останется именно за ними. Да, это конечно сейв. Больше делать тут абсолютно нечего. Остальные 3 человека в следующем раунде сделают закупку на оставшиеся деньги. Больше сделать нечего. Будут деглы, будет ФАМАСа. И то вряд ли. Да, есть ФАМАС. Вот, даже одного М-ка есть. Но смотрим. Все-таки последний шанс. Вот, он именно сейчас. Тот шанс был предпоследним. Кто же знал, что будет сейв. Либо сейчас, либо никогда. Двое ДЛ. Никон вместе с Алоником Б-План. Драйв поддержит нас ДЛ. Причем Контри уже начали аркадить. Делают это достаточно часто. У них это иногда получается. То есть с переменным успехом. Но вот потом как-то они свое преимущество разыграть не могут. А у террора все грамотные заходки. Заход под флэшки на зигзаг. Тут в ответ заход под флэшки Контров. Правда, тут флэшки неудачно слепили друг друга. Ох, сейчас просто великолепный был момент от Драйва. Минус 2 он сделал на зигзаге. Ну-ка, будет ли третий минус? Нужен минус от Сида. Да, есть минус от Сида. В итоге 2 в 2 ситуации. Ну, будет ли минус еще один? Ну, нужно убивать. Салоник, 1 в 2. 1 в 2. Говард. Говард, воловец. Он же сатана у нас против Сида с 1 хп. И Салоника со 100 хп. Со сью хп. В общем, с полной жизнью. Немножко у нас темп раунда понизился. Бедного Говарда зажали с двух сторон. Сида с зигзага. Салоник сзади с центра. Ну, и смотрим. Если Говард раздас нормальные головы, то может быть будет шанс. Ай-яй-яй-яй. Раунд за Курском. 13-15. Если Курск берет 2 раунда подряд, это будут овертаймы. А у Тамбова есть еще 2. Ровно 2 матчпоинта. 2 попытки, 2 возможности для того, чтобы закончить эту игру последним финальным 16 раундом. Снова поджим в нижней темпе от контров. Успешный. Причем мы видим жесткий-жесткий масс на Б от контров. Сейчас они, естественно, натягиваются. Посмотрели. Увидели, что никого нету. И... Что у нас предлагало? ХЛТВ. Видим мы, что контры уже все полностью перетелились на Б. Видите, остался заглавного в темке. Верхний. Там он сейчас встречается с террором. Очень сильно его накаляет. Это у нас Говард. И надо, надо сейчас убивать Говарда. Будет та инфа, что на ВТ точно никого нету. Никого не будет. И... Возможно, нам будет что-то очень интересное. Да, убивает Говарда. Контри понимает, приказывается, что это будет атака на Аплант. Тут уже и аркада по зигзагу от контров. И ДЛ. Вдвоем. Саник и НРК по ДЛ больше сделать им нечего. А, игра с АВП. Отлично, игра с АВП от НРК. Ну-ка, ну-ка, два минуса уже есть. Кто знает, может быть, мы видим и еще. Отличный минус у Салоника в ответ как раз-таки. Просто великолепная голова. И один в три Саник против Сида, Вита и Салоника. Смотрим за Саником. Ему придется очень-очень-очень непросто. Один минус есть, но тут уже два дулы, конечно. Не справляется. Не справляется игрок у нас из Тамбова. В итоге раунд за Курском. 14-15. Неужели это будет овертаймы? Неужели? Не минус, какая будет следующая карта? Следующая карта будет у нас Д-Инферно. А потом Д-Юг, если понадобится. Да, ласт раунд в этой игре. Счет 14-15. Либо Курс берет раунд, либо он его не берет и проигрывает эту игру. Невероятный накал страстей. Тамбовы у нас собрались под В-плантом, но пока активные действия они не предпринимают. Гуляют по нижней темке. Вот сейчас, если будет переоткрывающий минус от террора, будет, конечно, фастовый выход на В-плант. А где же у нас контур? Контур у нас стоит один на Дэнсе. Делает минус. Причем, видите, как медленно реагируют терроры. Медленно получают инфу о том, что один игрок на Дэнсе. И в итоге, тут жесткие минусы от Курс Коникон. Отличная игра с АВП. Говард очень мало ХП. Саник отлично убивает 7 ХП. Ну! Неужели Курс затащит? 4 в 2. Должны тащить. Должны тащить раунд. Это просто их раунд. Такие раунды давать нельзя. Смотрим мы за террорами. Врывается Говард. Минус один. Всего лишь минус один. Жаль. Врывается Саник. Пытались вдвоем сейчас зархайдить очень жестко центр. И у них это почти получилось. Если бы там первый минус, второй минус получился бы очень хорошо. То мы могли бы видеть и 16 раунд. В итоге 15-15 и овертаймы. А если для этого я говорил, что можно похлопать Тамбова за этот камбэк. То теперь можно, я думаю, и похлопать Курску. Не сдались ребятам. Несмотря на такую минус-моральку от того, что столько раунд проигранно собрались. И дотащили до овертаймов. Смотрим. Смены сторон нету. Тамбов у нас за Т остался. Курск за КТ. Играется по 3 раунда. Здесь 10 кам наличных. И что же будет делать Тамбов? Пролагал халател. Видим мы, что Сид у нас вышел в аркаду на зигзаг. Сделал 2 минуса. А эти роры уже в меньшинстве. Фен в нижней тёмке. Саник у нас вообще на КТ-РСП. При этом становится полным шоком для Никона. Как же так? Видимо по зигзагу прошёл. Либо на центр вышел. Непонятно. И что же будут делать терроры? Ситуация играбельная. Убивает Саник. К сожалению. Сейчас нужно Фена делать срочный минус на Б-планте. Он это делает. И ситуация 2 в 3. Как её разыграть героя? Ад с бомбой очень далеко пока от Б-планта. И это не очень благо. Отличный минус от Фена. Успевает отпрыгать. Успевает отпрыгать. Что творит просто. Второй минус от Фена. Ну невероятная игра просто. Игрока из Тамбова. И Ад делает завершающий минус. Первый раунд за сборной Тамбова. Стоит конечно отметить очень высокую индивидуальную игру Фена. Причём так вылезти с АВП. С ним обильным оружием в дырку. И сделать два минуса. Ну это великолепно. Снова активный действитель от Контров. Видимо Аркаду по ДЛ. Поджимчик небольшой. Тут поджимчик по Б. Салон их заходит прямо в дым. Но ему не вдох. Ох замечает. Замечает террора. В итоге к сожалению Говард его убивает. И вся основная масса героев у нас смещается под Б-плант. Там у нас всего лишь один Никон. Ему он спешит на помощь Драйв. Тут есть отрезающий Фен. Фен справляется со своей миссией отрезающего. Отрезал он Катерест. И в итоге это будет скорее всего сейф. От Курска. Если сейчас конечно Никон нас не удивит на Б-планте. Нет. Он не удивляет к сожалению. Он отваливается. Причем очень жестко. И 1 в 3 сид. Нет. Решает пойти. Пойти тащить. Сразу же получает хайпшот. И счет уже 17-15. 2-0. Там Бог себя чувствует очень и очень уверенно. Снова аркада от Контроу. В последний раунд. 2 Фомаса. 3 Дегла. Причем даже... О нет. Есть флешки. Есть флешку Сида. Дает он флеш. И заход. Естественно. Аркадный заход на зигзаг. Никон делает минус. Убивах. Великолепные минусы от Курска. Как же так? Как же так получилось? Совершенно непонятно. Казалось бы. Фомаса Деглы. Однако. Жесткие минусы на Б-планте были. Как видим. И в итоге 2 в 2. Все еще есть шанс у терроров. Минусует драйв Ада. И 1 в 2. Саник против Никона и драйва. Никона у нас на КТ-РСП. И драйв там же. Бомба льет на просвете. Сидается дым. Спокойно. Чтобы Саник мог забрать бомбу. Он это делает. И будет ставить ее на зигзаг. Причем оба контрала у нас на КТ-РСП. На зигзаге никого нету. Времени обходить и отходить уже тоже нету. Будут оба идти с просвета. Ну и смотрим за действиями Саника. Ожидает он в посадочке. Но нет. В посадке мы не видим. Отличная голова от Саника. Но второй минус будет или нет? Нет. Драйв перестрелит. Перестрелит Саника. И раунд за сборной Курска. Счет 16-17. То есть 2-1 в пользу Тамбова. Продолжение следует. На этот раз мы видим Аркаду. Но уже от Тамбова. Они поменялись сторонами. И МРК у нас заходит жестко Аркаду по центру. Там, к счастью или к сожалению, не знаю, никого он не встретил. Ушел живым, целым и невредимым. И перетяжка у него под Аплан.